Я покажу вам историю американского мальчика-спальчика. Будет также видео о человеке-слоне. А завершит мой видеоряд «Трогательная история любви между женщиной-обезьяной и человеком-аллигатором». Итак, дамы и господа, без лишних слов, вот коллекция самых странных и знаменитых цирковых артистов в истории. Начну я, пожалуй, с генерала-мальчика-спальчика. Именно такое прозвище получил в цирке урожденный Чарльз Шервуд Стрептон. Он был маленьким человечком, который таинственным образом перестал расти в высоту, как только ему исполнилось 6 месяцев. Стрептон оставался 63 сантиметра ростом на протяжении всего своего раннего детства. Хотя позже он снова начал медленно расти, достигнув в конечном итоге одного метра в высоту. В 1842 году, когда ему было 5 лет, легендарный директор циркового манежа Финиас Тейлор Барнум привел его в цирк и сделал участником своего сайд-шоу. Стрептон пел, танцевал, рассказывал анекдоты и изображал знаменитостей. Он стал международной знаменитостью, совершив турне по Европе и познакомившись с королевой Викторией, президентом Авраамом Линкольном и будущим королем Эдуардом VII. В 1863 году Стрептон женился на другой маленькой особе Лавинии Уоррен, впоследствии известный как Миссис Мальчик с Пальчик. Он скончался в возрасте 45 лет, и причина его необычно маленького роста так и не была установлена. А вот следующий герой – Шлицесертис, пожалуй, один из самых известных артистов в истории, поскольку он был увековечен в классическом фильме Тодда Браунинга 1932 года «Уроды» и послужил источником вдохновения для комикса «Зиппи-булавочная головка». Шлицес родился с микроцефалией, нарушением развития, из-за которого череп и мозг имеют меньшие размеры. Это заболевание оставило Шлицес тяжелой умственной неполноценностью. Он не мог выполнять многие элементарные задачи и был способен произносить только короткие слова или фразы. Иногда его представляли как женщину и одевали в свободные женские платья, отчасти для того, чтобы облегчить уход за ним, поскольку он страдал недержанием мочи и носил подгузники. За Шлицес ухаживали другие цирковые артисты, но когда его старые друзья скончались, Сертиса поместили в больницу Лос-Анджелеса. Руководство больницы, в конце концов, решило, что лучшим уходом за ним будет позволить ему вернуться в интермедию, что он и делал еще 10 лет до своей кончины в 1971 году. Выйдя на пенсию, Шлицес поселился в квартире недалеко от озера Макарут Парк в центре Лос-Анджелеса, где его можно было увидеть кормящим голубей и уток и выступающим перед прохожими. Следующий мой рассказ будет о родившемся в 1891 году в современной Польше Стефане Бибровске. Это был обычный мальчик, за исключением одного поразительного факта. Он страдал гипертрихозом, заболеванием из-за которого по всему телу и лицу у него росли густые волосы. Его мать была убеждена, что несчастье произошло из-за того, что она стала свидетельницей того, как отца Стефана растерзал лев, когда она была беременна, что сделало мальчика проклятым. Думая, что ее сын в чем-то бесчеловечен, мать Стефана отдала его немецкому артисту эстрады. Там он получил сценическое имя Лайонелл Человек с львиным лицом. Стефан был хорошо известен как добрый, нежный и умный человек, говоривший на пяти языках. Часть своего выступления он просто разговаривал со своей аудиторией. Стефан был настолько успешным цирковым артистом, что смог уйти на пенсию в возрасте 30 лет. К сожалению, он скончался от сердечного приступа в возрасте 41 года. Продолжаем наше шоу фриков. Знакомьтесь, Чанг и Энг Банкер. Вероятно, самые известные исполнители интермедий в истории. Братья были сиамскими близнецами, родившимися в Сиаме. Сейчас мы называем эту страну Таиланд. Врачи в то время не знали, как безопасно разделить их, хотя сегодня эта процедура была бы довольно простой. Когда они были маленькими, промоутер убедил их родителей отправить их в мировое турне, которое принесло им славу и богатство. Однако, когда срок их контракта истек, Чанг и Энг занялись собственным бизнесом, купив большую плантацию в Северной Каролине. Решив вести настолько нормальную жизнь, насколько это было возможно, Чанг и Энг женились на местных женщинах, которые сами были сестрами, и родили в общей сложности 21 ребенка. Однако их жены не ладили, поэтому братья переехали в два отдельных дома, поочеребно проводя по несколько дней в каждом. Позже Чанг перенес инсульт и начал сильно пить, хотя это не повлияло на другого брата, поскольку у них была разная система кровообращения. Однако однажды утром Энг проснулся и обнаружил, что его брат мертв. Два с половиной часа спустя скончался и он сам. А вот жизнь другого нашего героя, Джозефа Меррика, не только вдохновила на создание пьесы, удостойной премии Тони за достижения в области американского театра, и фильма, номинированного на премию «Оскар», но и изменила взгляд общественности на физические недостатки. Мерик родился в Лестере. Его инвалидность началась в первые несколько лет его жизни, что привело к огромным деформациям лица и тела. Когда ему было 11 лет, его мать скончалась от бронхопневмонии, а отец и новая мачеха жестоко обращались с ним. Не имея возможности найти регулярную работу, Мерик связался с шоуменом по имени Сэм Тор и согласился выступить в роли человека-слана. Во время пребывания в Лондоне его посетил хирург по имени Фредерик Тревес, который приютил его и стал его благодетелем. Тревес навещал его ежедневно, и у пары сложилась довольно тесная дружба. Мерика также навещали богатые леди и джентльмены из лондонского общества, включая Александру, принцессу Уэльскую. Мерик скончался 11 апреля 1890 года в возрасте 27 лет, когда он попытался заснуть в лежачем положении, и вес его головы привел к перелому шеи. А теперь я прошу вас обратить внимание на Франческо Лентини. Он родился на Сицилии в 1881 году с почти полностью отросшей третьей ногой. Состояние Лентини было результатом частично сформированного близнеца, который не отделился должным образом от его тела. Родители Фрэнка привезли его в Америку маленьким ребенком, но он быстро впал в депрессию, когда понял, насколько отличается от других детей. Однако, проведя некоторое время в школе для детей-инвалидов, Фрэнк изменил свое мнение, увидев слепых и глухих детей, которым, по его мнению, было намного хуже, чем ему. Принятие себя и своего необычного тела стало эмоциональным прорывом для Фрэнка и привело к его карьере в интермедии. Фрэнк прославился такими трюками, как удар по футбольному мячу третьей ногой или прыжки со скакалкой. Со временем он работал со всеми крупнейшими цирками и стал чрезвычайно уважаемым в интермедийном сообществе. Природа человека странна и порой не всегда объяснима. Вот, например, Айзек Спрэгью был совершенно нормальным мальчиком до 12 лет, когда начал страдать от загадочной болезни. Он терял вес с невероятной скоростью, пока, наконец, его мышечная масса практически не испарилась. Во взрослом возрасте он весил не более 20 килограммов. Из-за этого состояния он не мог выполнять какую-либо нормальную работу, поэтому, чтобы оплачивать счета, Айзек присоединился к цирку. Спрэг провел большую часть своей карьеры, работая с тем же цирком Барнума, где выступал в том же шоу с нашим мальчиком с пальчиком. В конце концов, состояние Айзека истощило его хрупкое тело, и он скончался в возрасте 46 лет. Однако из-за популярности Спрэга номера «Живой скелет» стали обычным явлением на многих интермедиальных шоу. Тот же постулат о загадочности нашей природы доказывает и Элла Харпер. Она родилась с необычным ортопедическим заболеванием, известным как задняя деформация колена. Болезнь позволяла ей полностью сгибать колени назад, и также она предпочитала ходить на четвереньках. В 1880-х годах Элла была звездой крупного интермедийного представления, объявленного как девушка-верблюд, и появлялась на сцене рядом с настоящим верблюдом. Но сама Элла была скромной и не слишком интересовалась славой. Позже она ушла из шоу-бизнеса на рубеже веков и никогда не возвращалась на сцену интермедий. Вскоре после выхода на пенсию она вышла замуж за школьного учителя и тихо жила со своим мужем в Нэшвилле, штат Теннесси. Скончалась она от ракового заболевания в 1921 году. А вот достаточно современная история артиста-цирка из Америки. Грейди Стайлз был интермедиатором, который прославился своими деформированными руками и ногами. Стайлз страдал от заболевания, известного как эктродактилия, из-за которого его пальцы имели неправильную форму и срастались друг с другом. Генетическое заболевание распространялось на многие поколения семьи Стайлз. Отец Стайлза был цирковым артистом, и он пригласил Грейди в свой номер в юном возрасте. Двое из четырех детей Стайла также страдали этим заболеванием. Стайлз был знаменитым, но глубоко озлобленным человеком. Алкоголиком со склонностью к агрессии. В 1978 году Стайлз застрелил жениха своей дочери накануне их свадьбы. Он был приговорен к 15 годам условно. Однажды артисту все же удалось бросить пить. В этот период он повторно женился на своей первой жене Мэри Терезе. Однако вскоре он вернулся к своим старым привычкам. И в 1992 году Тереза и ее сын от предыдущего брака, Гарри, наняли другого артиста по имени Крис Уайенд, чтобы устранить Стайлза за 1500 долларов. Уайенд был признан виновным и приговорен к 27 годам тюремного заключения. Гарри Ньюман получил пожизненное заключение за свою роль вдохновителя. А Тереза получила 12 лет тюремного заключения за заговор. Шоу должно продолжаться. И вот вам новая история. Билл Деркс на самом деле не был трехглазым. Но из-за врожденного дефекта, из-за которого его лицо не сформировалось должным образом, у него был большой шрам посередине лица. Деркс рисовал искусственный орган, чтобы казалось, что у него есть третий глаз. Отвергнутый своей семьей и обществом, Деркс стал социально неуклюжим и застенчивым. В раннем подростковом возрасте Деркс присоединился к интермедиальному шоу и стал успешным артистом, хотя его часто обманывали, поскольку он не умел читать. Деркс находил радость в том факте, что хотя когда-то общество избегало его, теперь люди платили за право его увидеть. Деркс в конце концов женился на другой артистке, женщине с крокодиловой кожей Милдред. И вместе они считались самой странной супружеской парой в мире. До кончины Милдред в 1968 году. А еще в цирковых шоу по всему миру было много бородатых леди, обычно женщин, страдавших гирсудизмом или гормональными нарушениями, из-за которых у них росло чрезмерное количество волос на лице, но, пожалуй, самой знаменитой была Энни Джонс. У Джонс с самого рождения в 1865 году было необычно волосатое лицо, и она начала гастролировать с труппой того же Барнума всего в 9 месяцев. Она продолжала гастролировать на протяжении всей своей взрослой жизни, одновременно с этим проводя кампанию за прекращение использования слова «уроды» для артистов-интермедий. Цирк Барнума был полон таких людей. И еще одним из них был принц Рэндиан. Он также носил множество других сценических псевдонимов, включая «Человека-змею», «Человеческий торс» и «Человеческую гусеницу». Родился он в британской Гаяне в 1871 году. У него не было конечностей из-за синдрома тетраамелии – редкого генетического заболевания, которое обычно приводит к летальному исходу. Согласно легенде, Барнум лично привез его в Америку. К сожалению, настоящее его имя, данное при рождении, неизвестно. Принц Рэндиан был известен тем, что умел ловко выполнять повседневные задачи, несмотря на отсутствие рук, голений и ступней. Он передвигался по сцене, покачивая бедрами и плечами. Он мог рисовать, писать, бриться и есть. И что самое известное – прикуривать и выкуривать сигарету без посторонней помощи. Эту способность он продемонстрировал в упоминавшемся уже фильме «Уроды». Он также говорил на хинди, английском, французском и немецком языках. А закончу я свое видео трогательной историей любви. Эммит и Персила Бежана были легендами в мире карнавалов. Особенно в индустрии шоу «Уродов», где они выступали как самая странная пара в мире. До того, как они поженились, они выступали раздельно. Персила была известна как девушка-обезьяна. А Эммит был известен как человек с крокодиловой кожей. Оба родились с неизлечимыми кожными заболеваниями. Из-за гипертрихоза у Персила выросли густые черные волосы по всему лицу и телу, включая густую бороду. А из-за ихтиоза у Эммита была сухая жесткая кожа, которая казалась чешуйчатой, как у рыбы или у рептилий. Эммит и Персила действительно воплотили дух интермедии и вдохновили многих людей своей необычной историей любви. Они были всего лишь двумя людьми с редкими кожными заболеваниями, которые по-настоящему понимали друг друга и шли по одному жизненному пути. Эммит и Персила покинули шоу ее приемного отца, так как родители были против их союза. Они присоединились к передвижной выставке «Хотите верьте, хотите нет», выступая в качестве самой странной супружеской пары в мире. Эммит и Персила снялись в кино. Пара снялась в фильме «Карни» в 1980 году с Гэри Бьюзи и Джоди Фостера. Позднее шоу, в которых они участвовали, были закрыты группами активистов. В начале 90-х они вышли на пенсию и перестали привлекать к себе внимание общественности. Эммит скончался 17 апреля 1995 года. Они с Персилой были женаты почти 60 лет. Именно в этот момент Персила начала брить бороду и продолжала делать это в течение следующих шести лет. Затем она еще несколько раз появлялась на телевидении и в документальных фильмах, включая шоу Джерри Спрингера. Рассказывая о своей долгой жизни в качестве второстепенного аттракциона и о своем любимом муже. Она скончалась во сне 5 февраля 2001 года в возрасте 90 лет. В эпоху гораздо меньшей чувствительности и политкорректности человеческие странности когда-то были источником развлечения в большинстве цирков, ярмарок и карнавалов. Хорошо, что эти времена прошли и мы стали с вами более чувствительны к человеческой природе тела. Спасибо за просмотр, любите близких, до встречи в следующих видеороликах и не забывайте подписываться и ставить лайки, если это видео было полезным или интересным. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok